Перевел и озвучил Владимир Гильдия С помощью бомбардировщиков мы пытаемся создать элемент азарта. Есть нападение и есть стратегия защиты. С появлением бомб реально меняется тактика всего боя. Итак, если вы отправитесь в определенную локацию, скажем, это будет совместная с вашими друзьями атака при поддержке танков, предположим, это будет ПВЕ-миссия по зачистке базы, то также есть сторона NPC, которая имеет на вооружении наземные турили, и они могут включать в себя лазерные орудия и даже ракеты. И они могут быть довольно эффективны для сдерживания игроков, поэтому мы хотим что-то противопоставить этому, и единственный способ сделать это применить фундаментальную силу, очень большую бомбу, которая может уничтожить защитные системы и дать игрокам преимущество, которое заключается в том, что вы сможете разбомбить место высадки при помощи большого корабля, то есть можете разбомбить некоторые из ранних защитных сооружений базы, а затем игроки смогут использовать некоторые из своих более мелких кораблей для высадки десанта и штурма наземных и подземных укреплений. Мы хотели, чтобы бомбы наносили действительно большой удар, мы хотели использовать большой корабль, который мог бы нести большую бомбу, и этот корабль A2 Hercules, несущий бомбу 10-го размера. Нам не нужна управляемая бомба или что-то в этом роде, мы хотим дать вам высокотехнологичное решение для наведения на цель, чтобы вы знали, хотя у вас есть эта массивная мощная бомба, вам придется развить некоторые навыки в попытках поражать цели. Итак, мы поместили бомбы в режим наведения, который очень похож на ракеты, за исключением того, что когда на вашем корабле выбраны бомбы, вы получите пользовательский интерфейс бомбы. У нас есть визуальное пространство перед вами, которое позволяет вам видеть, где ваша бомба упадет, если вы ее сбросите в тот или иной момент. Но мы также дали вам возможность создать контрольную точку, которая позволит пользовательскому интерфейсу на самом худе указывать, куда двигаться. И когда вы летите к ней, интерфейс покажет вам, нужно ли вам ускориться, двигаться влево или вправо, а затем, когда вы будете уже совсем близко к точке сброса, вы увидите круг, и это даст вам точку отсчета, куда сбросить бомбы. Если вы все делаете правильно, то получите правильный момент в зависимости от физики. Также на сброс неуправляемой бомбы может повлиять ветер или что-то другое, поэтому нужно всегда корректировать точку сброса, исходя из этих параметров. Но в некоторых будущих патчах в следующем году мы рассматриваем создание отдельного места для оператора бомбы, которое может включать такие вещи, как дистанционное управление, и камеру, смотрящую на бомбу, для лучшего наведения на цель. При этом преимущество наведения будет у оператора-наводчика, а не у пилота, потому что мы хотим, чтобы люди выполняли разные роли на этих кораблях, и это действительно имеет значение. Итак, даже если вы находитесь вне радиуса взрыва бомбы, у вас все еще есть шанс получить урон от взрыва, тем более вы получите физический урон, если находитесь в радиусе поражения. У этих бомб довольно большой радиус, поэтому убедитесь, что нашли достаточно хорошее укрытие. Кроме того, вы получите удовольствие, взрывая все подряд. Эта первая итерация бомбардировок направлена на обеспечение функциональности грядущего Геркулес-А2, и, как и все функции, мы будем продолжать развиваться, тестировать и получать отзывы от вас, прежде чем переходить на другие космические корабли, которые могут использовать эту новую потенциально разрушительную функцию. И, говоря о Геркулес-А2, он должен появиться в грядущей альфа-версии 3.15. Так что давайте продолжим и в последних нескольких минутах этого шоу еще раз взглянем на грядущие обновления, о которых мы вам рассказывали в этом квартале, которые займут свое прочное место в постоянной вселенной. Давайте начнем с самого верхнего списка. Альфа-3.15 – это больше, чем просто очередной ежеквартальный патч. Когда он выйдет, это будет самый большой шаг в реализации того видения смерти космонавта, изложенного в самом начале краундфандинговой кампании. И это начиная со всего, что находится под зонтом нулевого уровня исцеления. Все начинается с добавления состояния ранения. Теперь не каждый удар или царапина, получаемый игроком, убивает его. Эти состояния поощряют выполнение боевых операций группами, чтобы игроки могли лучше поддерживать друг друга в бою, эвакуируя раненых или распределяя специализацию игроков. И когда игроки поднимают какие-либо предметы, то могут обнаружить новые состояния травм, такие как сломанные руки или ноги, которые ухудшают их способность летать или иным образом перемещаться по вселенной. И вот тут-то и появляются разные исцеляющие механики со способностью лечить как игроков, так и неигровых персонажей. Это будет большое изменение в жизни постоянной вселенной. Конечно, не настолько большое, которое бы сильно облегчило жизнь нашим космическим авантюристам. Но это и другие предстоящие механики должны привести к более сложному и полезному игровому процессу для всех, чем все, что было ранее представлено. И говоря о сложном опыте, новая модернизация инвентаря уже здесь, новая модерация инвентаря уже здесь, с исчезновением глобального инвентаря и внедрением локального для транспорта средств локации и личного инвентаря, планирование и выбор предметов, которые мы делаем как игроки, теперь будут более важным процессом для всего нашего геймплея. Где мой тайник на Харстоне? Достаточно ли у меня боеприпасов на Майкротех, чтобы делать то, что я хочу сделать? На какой планете я оставил свой мультитул? Оставил ли я свои медицинские препараты здесь? Поскольку с исцелением тактические решения теперь выходят на первый план жизни в постоянной вселенной. Что и как вы берете с собой становятся важными вопросами перед любой новой миссией или приключением. Также новые две другие функции появляются с альфа-версии 3.15, чтобы помочь с вашим инвентарем. Первая из них это менеджер активов книг-нак, необходимый для помощи в отслеживании и сохранении всего, что у вас спрятано или расположено во вселенной. Вторая это генерация добычи, которая поможет, если вы окажетесь в одиночестве в бесплодных пустошах Харстона или в бескрайних просторах Йеллы. Генерация добычи работает с внешней системой инвентаря, чтобы дать игрокам большее вознаграждение за их повышенный риск. С этого момента альфа-3.15 стремится изменить повседневную жизнь игроков в постоянной вселенной. И когда мы говорим о повышенном риске в полевых условиях, мы должны включить сюда новые миссии по проникновению и защите с новыми тактически обоснованными целями, такими как необходимость избегать обнаружения для завершения задания и не атаковать защитников. Или классические цели по защите, такие как отразить волны нападения или предотвратить разрушение предмета или уничтожение NPC. Эти новые типы миссий имеют множество модификаторов, чтобы поддерживать свежесть и будут продолжать развиваться после их первоначальной реализации в грядущей альфа-версии 3.15. Конечно, если повышенный риск в полевых условиях не для вас, вы можете подняться в небо на новом Hercules A2 от Crusader Industries, первой в своем роде машине, чтобы использовать новую механику бомбардировок, продемонстрированную ранее, чтобы безопасно доставить смерть и разрушение и создать немного больше хаоса снизу. Кроме того, A2 просто круто выглядит, когда он делает большой бум-бум в 3.15. Он присоединяется к своим собратьям C2 и M2, чтобы завершить линейку потрясающих монстров-гигантов от Crusader Industries. Конечно, насколько безопасно в Геркулесе в небе, может зависеть от двух дополнительных кораблей, которые появятся позже в альфа-версии 3.15, включая Aerys Starfighter и Redeemer. Независимо от того, атакуют они или защищаются, они обязательно будут стремиться причинить боль, когда они появятся. И мы поговорим об этих двоих более подробно, когда мы приблизимся к их предполагаемому выпуску во время мероприятия Альфа-3.15 Intergalactic Aerospace Expo. За пределами постоянной вселенной или, другими словами, глубоко внутри тестового уровня, внутри самой игры, карта Arena Commander, разрушенная Луна, претерпевает изменения с новыми технологиями и функциями, которые впервые появились с момента первого появления Star Citizen. Включая более разнообразное и обширное пространство карты и улучшенный пользовательский интерфейс, созданный из строительных блоков для повышения производительности и улучшенных возможностей обслуживания в будущем. Конечно, возвращаясь в постоянную вселенную, давайте взглянем на новые локации, куда вы отправитесь в Альфа-3.15, включая новый шоурум Crusader Industries на Арайзене. Витрина всей линейки кораблей Crusader – универсальный магазин для самых красивых космических кораблей в галактике, где вы сможете сразу купить Меркури, Геркулес и Эрис, когда они появятся чуть позже в Альфа-3.15, а затем однажды и мой самый любимый корабль в галактике – звездный лайнер Genesis Starliner. Однажды. Опять же, кто захочет модернизировать свой космический корабль? Добро пожаловать в Co-Synchrone, также новичок в Арайзене, где игроки получат возможность снабдить свой космический корабль новыми компонентами и системами. Мы поговорим о том, что еще предлагает эта локация, когда приблизимся к появлению этого магазина. А сейчас Co-Synchrone, добро пожаловать во вселенную. И места, куда вы, возможно, не захотите попадать. Различные больницы и космические клиники, которые появятся в Альфа-3.15, чтобы собрать игроков вместе, когда происходит самое худшее из худшего, в том числе новые локации на Crusader, Microtech, Grimhex и множество меньших клиник, расположенных по всей системе Stanton. Итак, что мы узнали на этой неделе? Итак, мы узнали, что лучше быть бомбардировщики, чем целью для бомбы, что больницы – хорошее место для посещения, но вы не захотите жить в них, хотя такие игроки, как я, вероятно, все равно будут. В Альфа-версии 3.15 новый инвентарь, генерация лута и лечение сделают этот патч не похожим на все, что было до него. Вот и все для нашего шоу в этом квартале, поскольку мы переходим к подготовке выпусков по 3.16 и особенно к предстоящему 9 октября Digital Citizen Con, где вы можете присоединиться к нам, чтобы еще раз взглянуть на будущее Star Citizen. Посетите недавно запущенный citizencon.com, чтобы узнать больше. А пока я, Джаред Хакоби, прощаюсь с вами и увидимся на CitizenCon. Субтитры сделал DimaTorzok